Всем доброго дня! Сегодня я буду готовить бедра. Бедра у меня будут и голень. И на гарнир у меня спагетти. Простой и вкусный рецепт. И жарить я сегодня ничего не буду. Буду просто тушить. Для начала, как всегда, нужно помыть и отрезать весь лишний жир от бедра и от голени. Я все лишнее обрезаю, я не люблю. Для тушения мне понадобится лечо. Лечо у меня домашнее, вы можете купить любое магазинное лечо. И луковица. Ну что, приступаем. Для начала нужно обжарить лук. Лук я режу обычно. И обжариваю его в растительном масле. Далее, когда лук станет более мягким, вы знаете, когда я делала на новогодний стол блюда, у меня оставался бульон говяжий. И я его заморозила. И в этом бульоне я сейчас буду тушить бедра. То есть я освобожу бульон. Обрежу весь этот целлофан. И когда лук будет более-менее готов, вот такой у меня получился бульон замороженный, я кладу это все в кастрюлю. Бульон весь тает. И получается очень даже неплохо. Вот так, видите, он у меня тает. Кстати, вам советую, очень удобно. Ну, как всегда, в морозилке всегда мало места. Но я нашла. Далее, когда бульон весь растает, бульон у меня был и соленый, и перченый, и поэтому я не буду больше добавлять соли и перца. Вы можете добавить и соль еще по вкусу, и перца. Единственное, я буду добавлять потом приправу, не более. Все это выкладываю в кастрюлю и варю, наверное, минут сорок. Где-то так. Все это провариваю в бульоне в говяжьем. Вот видите, у меня уже так все кипит. Добавляю лавровый лист. Хоть у меня и бульон был с лаврушечкой, но я все равно. Добавляю чесночный перец, свою любимую приправу. Кстати, очень даже такая прям вкусная. Аромат вы не представляете. И все это варю, как я уже говорила, минут сорок. Так у меня уже все кипит, шипит. Далее, когда у меня это все уже хорошо проварилось, и добавляю лечо. Лечо долго варить не нужно, чтобы перец был, знаете, такой нормальный. Так как он готов, поэтому я довожу все это до кипения, и этого будет достаточно. Бульончика столько много. Мы очень любим, и я, и моя семья, мы очень любим такие, знаете, бульоны. Жареные не очень. И поэтому вам тоже рекомендую. Далее, когда все это у меня закипело, добавляю петрушку. И все это немножко еще довожу до кипения. И вуаля! Вот такая курочка тушеная у меня получилась. Ну скажите, как просто, да? Берете курицу, все кладете, доводите до кипения, и все, все готово. Посмотрите, какие насыщенные все цвета. И полезно, кстати сказать, ничего жареного нет. Но я считаю, просто великолепно. Так что попробуйте приготовить. И вот такое блюдо у меня получилось. На гарнир у меня спагетти. Нежнейшая курочка в собственном, практически соку с бульончиком. Курочка прям нежнейшая, это я вам гарантирую. Можете все так же приготовить. Будет вкусно и просто. Всем приятного!